Слушайте, ну я вам скажу, это, конечно, капец. Это кошка, госпожа, которая вот тут пузо своё просто вот наставила, да, а пузо-то уже как бы полненькое, это она не такая толстая, это она котяточек уже носит, это вторых. История этой кошки, ну-то капец, она ходила год назад дикая, просто дикая. Я её звала Кисть-Кисть, думаю, покормлю. На ней была кожа и кости на этой кошке, да, на тебе, да, про тебя рассказываю, да. Смотрите, вот прям вот вообще, кружите меня, кружите лежит. Так вот, в том году, в мае, она прибилась к нашему офису, это на работе эта кошка. И она боялась людей, просто прям была дикая. В итоге я покупала корм, купила ей мисочки. И я эту кошку, то есть я накладывала ей еду, она убегала, ждала, когда я уйду, и потом миска была пустая, то есть она её кушала. В этом году, вернее, в том году зимой, она принесла нам три, по-моему, котёнка. Я в ВК снимала эти все видео. И эти котята были у меня здесь в кабинете, в коробочке, то есть мы их отдали. И что? И ты мне сейчас... Еще котят? Куда мне девать? Я не успеваю избавривать твоих котят, как ты их снова наделываешь вообще. Ты нормальная? Нет, ты мне в глаза смотри. Что ты прячешься от меня? Да, вот ты мне скажешь. Тебе нравится делать котят, да? Ты хорошая мамочка, ты за ними смотришь, да, ты молодец. Да, погладьте меня. И вот так вот уличная кошка стала диванной. Да. Нормально? Так и живём.